Все помнят опыт из начальной школы по разделению песка, соли и воды. В том самом опыте, как вы можете помнить, нужно сначала профильтровать смесь, отделив землю от соленого раствора, а затем, выпарив раствор, получить воду и соль. Проделав второй этап этого опыта, вы, возможно, сделали первое в своей жизни выпаривание. Если, конечно, не забывали до этого чайник на плите, выпарив воду и оставив на дне остаток в виде накипи. Это подходит, если исходная смесь состоит из летучего и нелетучего компонента. Но что, если нужно разделить смесь с близким по температуре кипения веществами, например, таким как нефть? И что такое летучесть? Давайте по порядку. Для разделения смеси с близким по температуре кипения веществами можно применить простую перегонку, то есть испарение смеси и конденсирование образовавшихся паров. Но это подходит для смеси и летучесть компонентов, которые кардинально различаются. Простую перегонку обычно используют для предварительного грубого разделения жидких смесей, например, для отделения этанола от браги. Для наиболее полного разделения смесей жидкости, целиком или частично растворимых друг к друге, подходит ректификация. Но прежде чем перейти к ней, необходимо понять, что такое летучесть. Летучесть – параметр вещества, отражающий его способность переходить из жидкого состояния в газообразное. От этого параметра зависит состав пара, легколетучего или низкокипящего. В нем будет больше, чем в исходной смеси. И наоборот, концентрация труднолетучего или высококипящего компонента в неиспарившейся жидкости будет больше, чем в исходной смеси. Ректификация использует это свойство различного давления пара для каждой из жидкостей, составляющих смесь. Процесс заключается в многократном воздействии паров с жидкостью – флегмой, полученной при частичной конденсации паров. Такой процесс производится в ректификационной колонне. В ней на тарелку питания подается исходная смесь – пара и жидкости. Она делит всю колонну на две части – верхнюю, называемую укрепляющую, и нижнюю – исчерпывающую. Жидкость стекает с каждой тарелки на нижнюю, контактируя с восходящим неравновесным паром, отдаёт ему частицы низкокипящего компонента и забирает частицы высококипящего. В итоге из верхней части колонны выходит продукт с низкокипящим компонентом, а из нижней – кубовый остаток, состоящий из высококипящего компонента. Чтобы узнать простым языком об устройстве ректификационной колонны и других темах нефтегазовой отрасли, ставь лайк и подписывайся на канал. RT-SIM – создаём тренажёры, чтобы люди получали опыт.